МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот это у нас Ниагарский канализационный водопад. Когда и окна не открытий на улицу не выйти, сломанный колодец на улице Путейская не дает жизни местным жителям, а ремонтировать никто не хочет. Нижегородка погибла под колесами маршрутки. Еще один пример. Нельзя переходить дорогу на красный свет. Это определенный драйв. Это, понимаете, такое воодушевление. Жить вместе с футболом и для него. В Нижнем Новгороде открыли центр для подготовки волонтеров к Мундиалю 2018-го. Недовольство услышали? Между старой и новой автостанциями в Щербинках теперь можно проехать бесплатно. А также нижегородская гордость российского неба. Наша землячка стала самой красивой стюардессой страны. Об этих и других событиях четверга расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите Служба новостей. Город. Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, в четверг во всем мире отмечали День футбола, а, пожалуй, самой популярной командной игры. И именно в этот день в 11 российских городах, в том числе и в Нижнем Новгороде, открыли Центр подготовки волонтеров к чемпионату мира 2018-го. Добровольцы во время игр тоже станут своеобразной сборной из 20 тысяч человек. Екатерина Вологина рассказывает. Эта женщина в ярко-олимпийской форме только кажется случайной прохожей среди толпы студентов. На самом деле Лариса Буракова уже опытный волонтер. В свои 65 несколько недель она помогала во время зимних игр в Сочи. Впереди чемпионат мира по футболу. Полноту жизни ощутить, вот этот вот, понимаете, запал. Который, к сожалению, не всегда есть у молодых. Это определенный драйв. Это, понимаете, такое воодушевление. И самое главное, это оказать помощь. Встретить, проводить, ответить на все вопросы спортсменов и гостей чемпионата. Без волонтеров в 2018-м не обойдется ни один спортивный объект. От добровольцев потребуется запас терпения и радушия. Волонтеры – это лицо чемпионата мира в России. По-своему, официальная и дитяная карточка страны. Волонтер – это тот человек, который может привнести огромный вклад в любое мероприятие, помочь людям интегрироваться в это мероприятие, стать его частью. И также человек, который получает истинное удовольствие от самого процесса. И, конечно же, он способствует единению людей. Общий язык найдется. Английские его знания обязательны. Ограничения лишь возрастные. От 18-ти. Остальному научат. В Нижнем Центр подготовки волонтеров открылся в стенах университета имени Лобачевского. Под волонтерские занятия даже специально выделили учебную аудиторию. Исторические знания связаны с Россией. Знания связаны с футболом. Ну и психико-политическую подготовленность к различным, так сказать, более-менее экстремальным ситуациям, которые могут возникнуть в процессе коммуникации. Всего в стране будут действовать 15 таких волонтерских центров в 11 городах-организаторах чемпионата. Все они базируются в крупнейших вузах. Первые занятия начнутся в следующем году. Задача глобальная – за два года подготовить волонтерскую сборную, в которую войдут 20 тысяч добровольцев. Провести соревнования мирового масштаба на уровне в региональном правительстве – задача номер один. Это такой незабываемый опыт, поверьте мне. Я сам прошел три Олимпийских игры, я знаю атмосферу. Я побывал на чемпионате мира в 2006 году в Германии, видел, как организовывается. И, соответственно, конечно, мы с большим нетерпением ждем. Ждут 2018-го и все нижегородцы. Еще бы, город должен измениться до неузнаваемости. Именно предстоящему чемпионату мы обязаны строительством новой ветки метро и стадиона. Нижегородский футболист Алексей Распопин признается, многие команды только мечтают о такой шикарной площадке для тренировок. Лишь бы после Мундиаля о спорте не забыли. Если даже вбить в поисковике стадион «Вьюар» к чемпионату, который проходил в 2010 году, и посмотреть, что стало со стадионами там, а стадионы были там экстра-класса такого же уровня примерно, то там какие-то стадионы превратили в пастбища, какие-то там в торговые центры, бизнес-центры, в общем, площади отдыха, но они не используются по назначению. Нужно надеяться, что с Россией так не будет. Оценить готовность волонтеров и всего города приедут мировые звезды футбола. Нижний примет шесть матчей, в том числе и четверть финала. До старта чемпионата мира по футболу осталось ровно 916 дней. Но уже сейчас можно отправить послание в будущее. Первый городской телеканал желает всем спортсменам здоровья и удачи. Екатерина Вологина, Андрей Першин, Служба новостей и город. Другим темам. Региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, которая сейчас реализуется в Нижегородской области, нужно срочно корректировать. К такому выводу пришли чиновники на заседании комиссии по городскому хозяйству. Дело в том, что сейчас порядок, в котором будут ремонтироваться дома, вычисляется по очень сложной формуле и зависит от многих факторов. Это и год, в котором здание введено в эксплуатацию, даты последнего капремонта общего имущества, наличие совета дома и доли помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета энергоресурсов. Так вот, практика показала, что эта формула не отражает реального состояния домов и порой ветхое здание может ремонтироваться гораздо позднее нового. Жители этим, естественно, недовольны. Вот, чтобы изменить ситуацию, городские чиновники будут обращаться в Министерство коммунального хозяйства региона с тем, чтобы там формулу для расчетов изменили. Кроме того, и сам порядок капитального ремонта на несколько лет вперед будет опубликован, чтобы нижегородцы могли лично проверить, все ли посчитано правильно. В этой таблице порядка 20 критериев, где оценивается состояние дома. И если житель не согласен с тем, что в этой таблице описано, нужно будет обращаться в администрацию города, корректировать, и это позволит приблизить срок капитального ремонта вашего дома. Двух телефонных террористов задержали в Нижнем Новгороде. Младые люди сообщили, что в здании железнодорожного вокзала и в магазине самообслуживания якобы заложены бомбы. По этому поводу уже возбуждены уголовные дела. О других криминальных событиях города и области далее в рубрике «Место происшествия». На улице Чаадаева маршрутка сбила женщину, которая переходила дорогу на красный свет. Водитель Пазека совершал поворот и, скорее всего, просто не увидел пешехода. Многотонный автобус переехал женщину, она скончалась на месте. На проспекте Гагарина возле Тобольских казан водитель Нивы, видимо, устал ехать в общем потоке и решил всех обогнать. При этом он забыл про скользкую дорогу. Машину несколько раз занесло, а затем развернуло. Хорошо, что остальные водители вовремя заметили эти метания, притормозили и ДТП удалось избежать. Больше двух тысяч единиц контрафактной продукции уничтожили нижегородские полицейские на одной из свалок региона. Под гусеницы бульдозера попали одежду, обувь, компакт-диски, бижутерия, часы и кофе. Во время проверки специалисты выяснили, что их использование могло быть опасно для нижегородцев. На улице Сурикова возле дома номер 16 один хитрый водитель, видимо, решил сократить дорогу. Вместо того, чтобы сделать крюк, ведь движение там одностороннее, он просто решил проехать по пешеходному тротуару. Недовольные жильцы из дома напротив сразу выложили в интернет фото такого наглого поведения. Сейчас информация от наших партнеров, после этого вернемся в студию и вот о чем пойдет речь. Вот это у нас Ниагарский канализационный водопад. Когда и окна не открыть и на улицу не выйти, сломанный колодец на улице Путейская не дает жизни местным жителям, а ремонтировать никто не хочет. Недовольство услышали? Между старой и новой автостанциями в Щербинках теперь можно проехать бесплатно. А также нижегородская гордость российского неба. Наша землячка стала самой красивой стюардессой страны. А у нас для вас отличная новость. Компания Двери ТС открыла новый магазин в центре Сормова. В честь этого всем покупателям скидка 10% по всей сети. Компании Двери ТС одни из самых низких цен по городу. Межкомнатные от 1100 рублей, входные от 3500. В преддверии Нового года мы рады сообщить вам, что в наших магазинах действуют предложения. Если в другой компании вы найдете цену ниже, то мы продадим эту дверь вам еще дешевле. Выбирая новую дверь, помните и о качестве. Компания Двери ТС уверена в своих производителях и поэтому дает гарантию на всю продукцию. Принимаются заказы на двери с нестандартными размерами. Вы из замерщика при заказе бесплатно. Для вашего удобства Двери ТС находятся в разных районах города. Узнайте их адреса по телефону 413-93-73. Иногда отсутствие всего одной детали может поменять представление о привычных вещах. Если у вас частный дом или дача, то в любом случае перед вами встанет вопрос подачи воды в помещение. Мало одной, только скважина или колодца. Самый оптимальный способ подачи воды под нужным давлением – насосная станция. При выборе насосной станции нужно помнить несколько важных параметров. Во-первых, скважина должна быть не глубже 8 метров. При этом даже с 8-метровой глубины насосная станция может подавать воду на высоту до 50 метров. Этого с лихвой хватит на трех- или даже четырехэтажный дом. Подбирается она по двум основным параметрам. Это напорная характеристика высота подъема и производительность, количество кранов, которое будет использовано в доме. Станция может быть выполнена в нескольких вариантах. Это чугунный вариант, нержавеющий или пластиковый. Но мало просто установить насосную станцию, а что делать, если прибор даст сбой? Для этого нужна надежная сервисная служба. Продажи и сервисное обслуживание насосных станций, выезд специалиста, быстрый и качественный ремонт – все это компания «Насос-сервис». Все, что куплено в компании «Насос-сервис» надежно и выгодно. В Визит НН можно получить основные виды медицинской помощи – гинекологии, терапии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии, а также пройти УЗИ, ФГДС и ЭКГ. А по полюсу обязательного медицинского страхования – бесплатно получить стоматологические услуги. Владелец полюса может обратиться за помощью не только в государственное учреждение, но и в наш центр «Визит НН», где гарантированно получит бесплатную медицинскую помощь. В медицинском центре «Визит НН» нет очередей. Вы выбираете врача по отзывам или по личным предпочтениям и записываетесь к нему на прием. И к тому же здесь гораздо комфортнее и уютнее, чем в обычных больницах. Да, медицинский центр «Визит НН» оказывает врачебную помощь бесплатно по полюсу ОМС. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, полюс обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Мы ждем вас по адресу улицы Интернациональная, дом 100, телефон 213-66-65. Я напоминаю, вы смотрите Первый городской телеканал в эфире службы новостей «Город». За помощью к нам в редакции обратились жители дома номер 29 по улице Путейской. Уже третью неделю около их дома из канализационного колодца бьет фонтан нечистот. Лужа уже дошла до подъездов. Пешеходы проходят мимо нее, заткнув нос, а автомобилисты у дома уже не паркуются. Во всех организациях, куда за помощью обращались жители, от них отмахиваются. Надежда Рожнова попыталась помочь. Вот это у нас Ниагарский канализационный водопад. Так жильцы дома номер 29 на улице Путейской шутят каждый раз при виде фонтана из нечистот. Ночью, когда все спят, он подсыхает, а днем появляется вновь. Лужа вокруг этого источника разливается на пол дома. Более того, текущий поток издает такой запах, что с непривычки режет глаза. С просьбой отремонтировать колодец местные жители уже две недели обивают пороги разных инстанций. Но фонтан по-прежнему полон канализационной жизни. Раз простых людей в нашем городе не слышат, решила Марина Половинкина, может хоть камеры испугаются, позвонила в нашу редакцию. Первым делом с вопросами мы отправились в домоуправляющую компанию. Девушка, я просто могу вам сказать, что колодцы находятся не в зоне ответственности домоуправляющей компании. Они находятся в ответственности либо теплоэнерго, если там тепловая камера, либо водоканал. Водоканал компания муниципальная, значит без постановления администрации пальцем не пошевелит. Чиновники пообещали жителям разобраться в ситуации на месте, прямо у колодца. К указанному времени к фонтану приехали и мы. С 9 утра наша съемочная группа вместе с жителями дома 29 по улице Путейской ожидаем представителей Канавинской администрации. Они обещали подъехать именно к этому времени. Но на часах 10 утра, и как вы можете увидеть, их нет. Сказали, что подъедут по адресу Путейской 29 по поводу нашей жалобы. В 9.30. Специалистов сейчас нет, к сожалению. Позвонить в второй половине дня уже по этому же номеру. Обещанного, как известно, можно три года ждать. Пришлось нам ехать в администрацию. Просто есть документы, называется акт разграничения балансовой принадлежности. К нему есть схема, где четко показано, что эта сеть относится к ТСЖ. И стоит печать председателя с росписью. Я не могу просто, не то что я не хочу, я не могу потратить бюджетные деньги, если собственность чужая. А именно ТСЖ 30-го дома, который стоит через дорогу, согласился с этим и подписал бумаги бывший председатель товарищества. Он уже давно уволился, а проблемы остались. Теперь ТСЖ Путейская вынуждена за свои деньги устранять этот засор. Я считаю, что городская администрация не вправе перелагать все аварии вокруг дома, которые находятся на плечи собственников. Это как минимум незаконно. В любом случае сейчас у жителей два варианта. Либо ремонтировать колодец за свой счет, а денег на это нет, либо обращаться за помощью в прокуратуру. Надежда Рожнова, Никита Лекрёхин, служба новостей город. Продолжаем. Возмущения нижегородцев были услышаны. Между старой и новой автостанциями в Щербинках теперь можно проехать бесплатно. Новости короткой строкой далее. С четверга проезд в муниципальном транспорте от старой автостанции в Щербинках до новой будет бесплатным. Пойти навстречу жителям велел исполняющий обязанности главы администрации города Андрей Чертков. Это связано с тем, что из-за переноса пригородных маршрутов на новую автобусную станцию пассажиры вынуждены были еще раз оплачивать проезд между двумя вокзалами. Также с 10 декабря будет продлен маршрут автобусов номер 53, 53А, 53Б до поселка Черепичного. Количество кандидатов на пост главы администрации Нижнего Новгорода увеличилось до 14. Заявки подали еще три человека. Среди них директор строительной компании Сергей Кузьмин, депутат городской думы Александр Котельников и президент военно-патриотического союза Александр Грачев. Напомню, выберет городоначальника специальная комиссия 23 декабря. В Нижний Новгород привезут икону Матроны Московской. Святыня будет находиться в Спасском староярмарочном соборе с 11 по 21 декабря. Все желающие смогут приложиться к иконе ежедневно с 7 утра до 7 вечера. Нижегородская торпеда одержала победу над Череповецкой Северсталью. Хоккейная встреча закончилась со счетом 3-1. Торпеда с 70 очками по-прежнему занимает четвертое место в западной конференции. Следующий матч наши хоккеисты проведут 11 декабря. Тоже на домашнем льду с командой ЦСКА. Нижегородка Олеся Кузина стала самой красивой стюардессой страны. Конкурс проходил в Москве. Среди тысячи претенденток она победила в номинации гражданской авиации. Олеся уже не в первый раз участвовала в престижном конкурсе красоты. В прошлом году победы ей, к сожалению, не досталось. Но в этот раз жюри оценивала не только внешние данные, но и профессиональные. Например, умение вести себя во внештатных ситуациях. Мы связались с девушкой по телефону после ее победы. Когда прозвучало, что сейчас на объяве первое место, это так тянулось. Овации, овации. И вот звучит моя фамилия. И я, конечно, потеряла удар речи. У меня даже слеза счастья прибежала. Это было безбываемое. Мне до сих пор на самом деле не верится. В Москве Олеся живет и работает уже 10 лет. Но в Нижнем Новгороде у нее родные и много друзей. Все они очень переживали за нее во время конкурса. И сейчас не устают поздравлять. Ну и сейчас новости интернета. Все самое интересное мы, как всегда, собрали в обзоре социальных сетей. Спасибо тебе, Дедушка Мороз, пишут автомобилисты язвительные комментарии под этим фото. Ну как тут не улыбнуться, когда зима наконец-то перешла на сторону простых водителей? Забирайте любого, говорит автор видео. У четвероногой любимицы родились щенята, и сейчас хозяева пытаются пристроить их в добрые руки. Жители Арзамаса поздравляют одну из старейших жительниц города с юбилеем. Шутка ли? 100 лет. Огромный торт, свечи и все, как полагается в праздник. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Мы продолжаем принимать ваши фотографии для участия в конкурсе «Снежинка». Если вы уже подготовили свой дом к Новому году, фотографируйте и выкладывайте фото в нашу группу ВКонтакте, в специальный альбом. Перед самым Новым годом мы выберем лучшие работы, а победителей наградим. Группа Би-2 выступила в Нижнем Новгороде с симфоническим оркестром. Полный зал, и все, как один, подпевали любимым исполнителям. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». И сейчас наш традиционный опрос. В декабре за хорошие новости мы вручаем интересные подарки, и вот кто стал их обладателем сегодня. Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» – сеть магазинов парфюмерии и косметики «Ноктюрн». Заказывай себе очки. Все хорошо на работе, и поэтому у меня все хорошо. Сегодня я смс-ку хорошее получила, приятное. В школе хорошо учусь, двоек нет, троек нет. Все. У нас хорошие новости на работе. Мы сдали проект по стадиону. От сети парфюмерии и косметики «Ноктюрн» мы вам подарили главный приз. Пожалуйста, примите вам. Спасибо. Ну и в завершении выпуска о погоде. В преддверии Нового года мы решили добавить традиционному прогнозу чуть-чуть детской наивности. Ведь все мы когда-то были маленькими и ждали этого праздника с ощущением чуда и волшебства. И вот снова окунуться в эту атмосферу сегодня нам поможет Настя Сазонова. Спонсор детского прогноза погоды – Национальный центр репродукции «Эко-содействие». Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Настя Сазонова. Вы знаете, скоро наступит Новый год. А что на улице – настоящая весна. Завтра днем опять хмурят тучи и грустный дождик. А вот вечером – осторожнее, чтоб не подскользнуться. Эх, когда же мы опять будем в снежки играть? Не грустите. Начинаем готовить новогодние костюмы и приглашать своих друзей. Как это я делаю свои песенки «Гномики». Есть на свете гномики, гномики, гномики. Строят они домики, домики, домики. По земле они живут и танцуют и поют. Сочиняют сказки нам и своим друзьям. Гномики, гномики, маленькие гномики. Приходите в мой дом, я ваш новый гном. Нарядилась гномиком, гномиком, гномиком. Жду, сижу за столиком, столиком, столиком. Я надену колпачок, запоет пища сучок. И придут ко мне друзья и скажу им я. Гномики, гномики, маленькие гномики. Приходите в мой дом, я ваш новый гном. И у нас на этом все. Оставайтесь на Первом городском телеканале и обо всем узнаете первыми. До встречи. На Новый год мама мечтала о просторной кухне. Я о своей комнате. А папа о гостиной с большим диваном. Поэтому мы и переехали. Живой комплекс Окский берег исполняет желание. Квартира 1 миллион 40 тысяч рублей. 415 07 15. Хочу, хочу, хочу. Хочешь, тогда успей купить элитную парфюмерию со скидкой 30%. Тушь для ресниц Лореаль. Объем миллиона ресниц за 399 рублей. Гель для душа и дезодорант Адидас со скидкой 40%. А где я? В сети парфюмерии и косметики Ноктюрн. Мы предлагаем самую эффективную программу ЭКО в России. Национальная программа ЭКО Гарантия. Эффективность по итогам 2014 года 84%. Ждем вас по адресу. Улица Тимирязева, 35. Телефон 422 85 75. С 2016 года ЭКО по ОМС. 11 декабря в пятницу днем будет пасмурно. Плюс 1 градус. Ночью около нуля малооблачно. 12 декабря в Нижнем Новгороде днем будет минус 1 градус. Пасмурно. Ночью минус 3 градуса. Возможен небольшой снег. В воскресенье 13 декабря днем минус 1 градус. Пасмурно. Ночью около нуля. Пасмурно. Возможен небольшой снег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова